Всем доброе утро! Как я и говорила, сегодня день у меня начинается с уборки. Сейчас надо будет позаметать здесь полностью. Денис полы протрёт. Ну, понятно, что ходим обуты, но всё равно чуть-чуть. Надо помыть печку. Она вся заляпанная жиром. Ну, это очень быстро. Мангал помыть, позаметать. В общем, начинаем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, мангал помыт. Денис Кафель вот тут сбоку ещё дому чуть-чуть. Я позаметала и теперь думаю, мне надо козырёк покрасить. Димка тут в коконе кувыркается. Да? А я хожу. Ты как птичка в гнёздышке. Да? Дим, сядь как птичка в гнёздышке. Как птички в гнёздышке лежат? Вот так птички в гнёздышке лежат, да? Да. И вот так укрыть. И всё. Птичка в гнёздышке. Блин, так классно. Вот, хотелось бы, если бы у нас был бы побольше балкон, можно было бы в квартиру на балкон поставить. Но, к сожалению, на балкон такая штука не влезет. Ну, а посреди квартиры... Я, конечно, видела, что покупают такие, ставят маленькие в детской. Ну, что там, детки лежали. Но оно будет столько места занимать. Возможно, стоит сделать какую-то перепланировку у него в комнате. Передвинуть мебель. Может быть, тогда влезет. Но, к сожалению, не с нашими размерами квартиры. Как бы она у нас вроде большая, трёхкомнатная, но всё равно. Места не хватает на всё. Я хочу дом. Очень большой участок и большой дом. А мы тут, Нике, баррикады построили. Ника, сейчас свалишься. Да? Надоело. Выскакивает и убегает. И везде бегает. А тут тоже участок. Вроде бы, как бы везде сетка. Но вот там где-то можно выбежать. Вот там можно выбежать. Вот там тоже можно выбежать к соседям. Она у нас, девочка, красивая, скажи, да? Жалко, если потеряется, мы будем грустить по ней, скучать. Да, Ника? Поэтому дышит свежим воздухом на террасе. Но сегодня хоть классно, что ветра нет. Так, чуть-чуть буквально был утром. А сейчас уже ветра нет. Солнышко почти не светит, но и не холодно. Вот я хожу. Да, спортивная кофта, она такая не тёплая, но не холодно. Здесь то, что мы вчера перекопали. Не знаю, папа удивится или нет. Или скажет, можно было это и раньше сделать, почему до сих пор не сделали. Он это умеет. Мне кажется, мне до сих пор грустно после вчерашнего как-то. Ну, я долго отхожу. У меня вот после каких-то таких ситуаций, мне ещё нужно день-два, чтобы успокоиться. Дуванчиков сколько? Блин, а я не помню, как веночек плести. Ну, они тут короткие. Хотя, не знаю, может быть, потом попробую сплести веночек. Ты помнишь, как веночки плести? Ты умеешь? Не очень. Я не помню, я раньше умела плести веночки. А сейчас как-то там перекручиваешь, закручиваешь. Не знаю, попробую потом. Видимо, красопета. Ну, кто ты, моя красопета? Что такое? Что случилось? Ой, сейчас трусится. Сидит. А мне как вытесить? Никак, сиди здесь, я сейчас вытесусь. Всё, ты наказан. Сиди тут. Сейчас папа выйдет. А мне надо вот этот козырёк покрасить. Тут Ира красила трубу, но и трубу не докрасила. Точнее, с этой стороны покрашена. А если с этой стороны посмотреть, она не покрашена. Ещё надо трубу докрасить и вот это всё полностью. Надеюсь, я не буду всё в краске. А ещё думаю провести такой эксперимент. Попробовать, когда папа приедет, если получится. Ну, вот так даже ради интереса. Просто заснять его реакцию. Что он скажет? Скажет что-то или не скажет? Он такой человек, что даже спасибо не всегда говорит. Точнее, никогда. Всё. Денис уже покрасил козырёк. Ну, вот это, конечно, плохо красится. Не знаю, надо валиком прокладывать. Ну, как бы его на вес украсить. Это, я скажу, ещё то удовольствие. Ну, а так нормально. Ну, а папа уже приехал. Как бы я ему ничего не говорила, но он... Чего и требовалось доказать. Но даже спасибо не сказал. Ну, посмотрел. Сделали, ну и всё. Не то, чтобы я ждала бы этого сильно. Как бы я привыкла, когда всегда, даже ещё в детстве, не знаю, всегда что-то делала. И, ну, типа, окей, без проблем, ничто и спасибо не скажут. Ну, вот. И в этот раз точно так же. Ну, короче, я отчаиваться не хочу, обижаться. Что поделаешь, человека не изменить уже, сколько ему лет. И ничего ты с этим не сделаешь. Тут уже нужно смириться и как-то уживаться с тем, что есть. Ну, а он уже приехал, уже будет здесь оставаться дня два или три. Здесь будет Пасху праздновать. Ещё завтра приедет Ира с дочкой. Ну, там, дочка — это Таниного возраста девочка. И самое интересное, что это не родная папа, она дочка. Это Ира, она дочка, а не с Ирой. Второй или третий год. В общем, так получилось, что её дочка и мой папа родились в один день. Ну, в один день и месяц. Вообще, удивительно так. Сегодня этот долбанный туалет. Вот как можно было додуматься в таком месте, поставить туалет. Это, если что, не наш. Это что? Чтобы срать с красивым видом? Простите за мой французский. Ну, я не понимаю. Ну, можно же его поставить где-то не с таким шикарным видом. Тут лучше лавочку поставить, беседку. Нет, блин, туалет поставили. Чтобы было, наверное, красиво любоваться видом. Мы с Денисом как бомжики. Идём за водой. Купец. У меня, конечно, прикидон. У Дениса. Оу. Тут вроде как бы не село. В принципе, люди живут. Но так по-модному ходят все. Доска, доска выпадает. У нас как-то вода слишком быстро заканчивается. Ну, так ты и меня тут можешь кататься. Вот. Кофеёчек. Какой кофеёчек? Наверное, тут качит больше письку. И на тележку и погнали. Всё, мы справились с этой задачей. Фактично, докатить надо эту задачу, чтобы не перевернуть. Да, дачка, конечно, очень странная. Это нам соседи отдали. Ну, как отдали. Они просто там не живут, и всё. Спасибо хоть за такое. И нам отдали, да. Ну, так с ведрами, конечно, ходить. Ну, тут недолго, но всё равно. А тут какой-то стол. Мишка, заканчивай. Сейчас там у нас на участке покажем. Так, учитывай, сразу тепло. Ну, да, 20 литров. Ой, 60. А тут дом у нас здесь. Замок. У меня, кстати, представляешь, в этом доме жили мальчики. Два близнеца. Саша и Артём. И мне, по-моему, нравилось. Артём, наверное. Я не помню. По-моему, Артём. А что ты, пожалуйста, это грунтовка? Да, это грунтовка. Я ещё не буду красить. Ну, не краси. А, ты снимаешь. Видите-ка, мама может, мама может. Всё, что угодно. Мама вообще специалист. Конечно. Дрова? Дрова рубаю? Рубаю. Ремонт ты могу делать? Могу. Ну, бензопилу дедушка ж тебе не дал. Ну, потому что она барахлила. Да ладно, пожадничал. Всё, кушать умею готовить. Маникюры умею делать. Папу подстригать умею. Мастер на все руки, да. Знаешь, как у тебя жена? Вообще, сама не пропадёт, если что. Конечно. Денег заработаем. Если что, это дурная работа. Это называется, как не надо делать ремонт. Чтобы вот так не закрашивать, надо хорошо шпаклевать. А чтобы хорошо шпаклевать, надо это уметь. Либо же нанимать кого-то. Пытаются закрасить зелёные пятнышки. Я не знаю, получится. Равно триграешь. Чтобы они через обои не просвечивались. Ну да, это краска с грунтовкой. Поэтому так не видно. Тоненький слой надо несколько раз. Потому что если покрасить краской, обои не возьмутся. Не, ну у тебя ж получается. Хорошо, видишь. Ну, я думаю, что вторым разом оно не это. Ну, раз пять, если что, покрасишь. Чего прогрунтуешь. Ага. У тебя времени много. На даче жизнь длинная. У тебя может быть. Нет. В связи с карантином. Мне нужен интернет. Я так не знаю. Дедушка проведёт тебе когда-то интернет. Следующая жизнь. Ника, ну, ну что ты за собака? Скажи, я буду тебе помогать, да? Ты хочешь стать беленькой, да? Блондиночкой хочешь быть? Никочка, ты тоже хочешь, чтобы тебя покрасили? Нет, скажи, не хочу. Мам, давай заканчивай. Ну, сейчас. Не умеешь? Полстанет. Еще. Я же пытаюсь его разносить, чтобы она была и не тоненькая, и не жирная. Самый лучший маникюр. Не, ну вообще, если честно, прикольно вот так вот это все вытереть. Сейчас буду идти купаться уже. Вёдра нагрели с водой. Но здесь так, чуть-чуть белеет. Не знаю, что с того выйдет, потому что если реально клеить обои, будет ужас. Где мой фокус? О! Будут видно все вот эти пятна через обои. Ну, как у папы получилось, он, получается, поклевал и сильно вышкурил. Получились пятна. Ну, ну ничего, как-нибудь и сделаем, придумаем что-нибудь. Не знаю, я думаю, одного раза еще будет мало. Еще раза два так точно, а то и больше. Но здесь уже нету такого. Так, чуть-чуть на этой стенке и все. Ладно, пошла купаться. Все. Спасибо. Спасибо.